МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня будем делать равиоли. Мы с тобой уже делали равиоли, но ты знаешь, я для себя сделала потрясающее открытие. В Италии. Меня один профессиональный повар, ее зовут Сюзанна Дель Чиполла, то есть что-то такое луковое Сюзанна, в общем, готовит фантастически, совершенно открыла одну простую истину. В итальянском хозяйстве, ты понимаешь, ничего нельзя выбрасывать, поэтому все рецепты, в которых написано, что паста, тесто для свежих макаронов, для свежих равиоли, тальяли, не тальятели, какие слова, музыка, что они делаются только на желтках, это все вранье. Потому что крестьяне были настолько бедны и опасны, как ты понимаешь. Еда крестьянская. 500 грамм муки. Отмеряю я сейчас. Ну, давай, давай, давай. Еда крестьянская. Крестьянин не мог себе позволить выбросить белок, понимаешь, отделить его от желтка. О, 500 грамм муки. Поэтому, естественно, использовалось все вместе, и желток, и белок. Так вот, но, что нужно сделать? Нам с тобой нужно сделать, поменять, во-первых, насадку. Главное, все взвесить. Так вот, нам нужно на 500 грамм муки 270 граммов яиц. Поэтому яйца мы разбиваем и взвешиваем. Потому что яйца по размеру все разные. Они, в принципе, одно яйцо, это где-то 40-50 грамм, да, размером. Но, так как сейчас зима, и зимой у меня, например, дома очень сухо. Работают батареи, ты понимаешь. Поэтому, в принципе, это такая отправная точка. Ну, ты понимаешь, тесто должно быть такое послушное, чтобы из него ты могла понять, вот как бабушка делала лапшу. Вот, чтобы оно было так вот, так вот похоже было. Вообще, в принципе, из этого теста можно делать совершенно спокойно. Не только равиоли, мы с тобой будем делать равиоли с козьим сыром. О, вот смотри, видишь, 6 яиц у меня получилось 270 грамм. Но одно еще осталось. Вот теперь мы включаем помощника. И начинаем медленно вводить сюда яйца. Для того, чтобы тесто было еще более красивое, оно и так от желтков будет такое желтенькое. Но вот пол, даже четверть чайной ложки куркумы, вот такое количество, сделают его вообще просто необыкновенной красоты. И столовая ложка оливкового масла. Ну вот, машина делает нам тесто, а мы с тобой делаем начинку. Вообще, что значит равиоли? Понимаешь, равиоли – это, в принципе, вареники, как ты понимаешь, да? Но вот немножко тесто иное. И, во-первых, оно так раскатывается благодаря машинке для пасты. На самом деле, сейчас иметь машинку для пасты ничего в этом такого нет, знаешь, прямо экстраординарного. Много комбайнов. Вот у меня у комбайнов есть прекрасная насадка для приготовления пасты в домашних условиях. Получается тонко так, ни одной скалкой. Ну, может быть, если ты живешь в Азербайджане и всю жизнь занимаешься с 12 лет тем, что раскатываешь тесто, то, может, у тебя так получится. А так, конечно, в противном случае ничего не выйдет. Так, мне понадобится 300 грамм сыра, очень-очень простая начинка, терка, цедры лимона одного. Сыр у меня козий, мягкий, свежий козий сыр. И еще я буду добавлять сюда сладкую паприку, такими хлопьями, знаешь, которые бывают. Ну вот, ароматная цедра одного лимона. Чайная ложка паприки. Вымешиваем всю эту красоту. Если козий сыр у тебя более такой мягкий и легкий, как бы, знаешь, у меня, видишь, он такой немножко тяжеловатый. Поэтому для того, чтобы его чуть-чуть облегчить, я добавлю сюда... Как у меня тесто пожевает? Тесто пожевает прекрасно. Ну вот, ты знаешь, мне кажется, моему тесту не хватает одного желтка. Так вот, я желток добавлю в тесто, белок моей начинки, а желток в тесто. Вот, другое дело, видишь, сразу все, процесс пошел. Естественно, тесто должно получиться крутым, потому что, ты понимаешь, во-первых, оно немножечко полежит, чуть-чуть разлежится, да, отойдет. А во-вторых, тесто для того, чтобы оно было тонко-тонко раскат, не может быть мягким и таким рыхлым. Оно должно быть обязательно крутым. Теперь, что касается травы, или вначале, что касается теста, посмотри, какая красота. Люблю помощь умных машин на кухне. Все собрал прям комок. Посмотри, видишь, какой хороший, замечательный комок, да? Да. Вот оно, оно замечательное, вот оно, оно крутое, оно хорошо отлипает от рук. Вот это именно та консистенция теста, которая нам с тобой и нужна. Мы его просто оставляем прямо здесь, в этой миске, в которой оно у нас вымешивалось, полежать ненадолго. А мы тем временем просто собираем нашу машинку для приготовления пасты. Проще быть ничего не может. Просто у такой умной машинки, как вот эта, есть насадка специальная. Одеваем вот таким вот образом. Прикручиваем аккуратно. Все готово. Теперь берем кусочек теста. Отрываем. Делаем такую лепешку. И на широкую сначала насадку, то есть, да, чтобы тут было как можно побольше места. Отправляем нашу лепешку вот сюда, в машинку. И машинка за нас. Мы не работаем с тобой скалкой. А машинка за нас все делает. Естественно, тесто для равиолей должно быть тонким. Это как бы само собой разумеется, понимаешь? Поэтому здесь в три этапа это минимум, сколько раз мы должны с тобой пропустить вот наше тесто через эту штучку. То есть вот я начинаю, например, в четверочке. Да, у меня четверочка. Потом. Сейчас четверочка еще раз. На самом деле с полкилограмма муки получается очень много равиолей. Спокойно большую семью можно кормить. Посмотри, какая тонкая получается. Ну это же просто, она практически прозрачная. Ну и понятно. Ой, красота, правда? Ну просто это какая-то магия. Понятно, что мы так делаем со всеми. И вот эта полоска у нас уже пропущена, пропускается третий раз. Поэтому она готова для того, чтобы ее начинять. Вот я тебе, собственно говоря, на ней и покажу, как мы с тобой будем делать равиоли. О-о-о! Эти я доделаю потом, чтобы тебя не утомлять однообразным действием. Теперь, как я тебе сказала, обязательно в начинку нужно добавить немножечко петрушки. И для красоты, да и для вкуса петрушка вообще очень хорошо сочетается. Со всеми такими пряностями, специями. Вот небольшую горсть такую петрушку. Я имею в виду, что петрушка это будет очень хорошо сочетаться с цедрой лимона и с вялеными вот этими вот паприкой сладкой, хлопьями. Вот мелко изрубленная петрушка. Добавляется в начинку. Еще раз все перемешиваем. Чудесно красное, зеленое, чуть-чуть маленькие желтенькие крапинки. Немножко соли и перца, чуть-чуть. Чуть-чуть соли. Все перемешали. А теперь делаем следующее. Берем небольшую чайную ложку и раскладываем начинку на расстоянии. Вот такие небольшие кусочки. На расстоянии 2-3 сантиметра друг от друга. Чуть-чуть поменьше. Теперь накидываем сверху свободным краем. Так, чтобы естественно все было прикрыто. Видишь, да? А теперь вокруг каждой начинки я просто вот так танцую пальчиками. Видишь? Так. Вот и все. Собственно говоря, почти. Дальше начинается. Совсем самое интересное. Если бы у меня был такой ножик фигурный, знаешь, как для пиццы или для таких, которые такими проходят, и остаются такие неровные красивые края. Но не беда. Потому что и простым ножом. Сначала отрезаю. Вот так вот. Это вот не нужно. Ну, это, кстати, не нужно. Во-первых, это можно из них сделать мальтальяти. Это тоже такая паста, когда кусочки пасты просто отвариваются и заправляются каким угодно соусом. Прекрасная идея, между прочим. Естественно, тоже итальянская. Ну, и вот так вот все края. Ровненько получается. Вот, в принципе, вот такое произведение у нас должно получиться. Настоящий равиоль. Вот теперь смотри. Вот у нас эта красота, которую мы с тобой буквально на несколько минут отправляем в кипящую, подсоленную воду. Варятся они очень быстро, как ты понимаешь, естественно. Главное, что тесто должно провариться. Пока первая порция варится, быстренько делаем, как мы их будем, с чем мы их будем есть. Это совершенно-совершенно просто. Берем немного тархуна, цедра лимона или еще лучше в данном случае апельсина. Равиоли можно заправлять оливковым маслом, можно заправлять сливочным маслом. Иногда просто растопить сливочное масло, натереть немножечко пармезана, шалфей добавить в масло и заправить просто прекрасно. Ну вот мне очень нравится апельсин, тархун, розовый перец и оливковое масло. И вот теперь варятся они быстро-быстро. Я тебе уже об этом сказала. Главное не переварить, потому что паста должна быть тоже такая аль денте по-итальянски. Это чудо, песня, сказка. И это все тебе. Это просто я знаю, что ты сейчас будешь кричать от удовольствия. А я с тобой. Ммм, какое тесто нежное. Да, это я тебе говорю, что это просто фантастически. А как быстро все получилось, и у нас с тобой вот уже обед на столе, правда? И так, едим равиоли, а потом готовим кролика. Это я буду готовить сейчас кролик. Ты видишь, у меня он разделан на такие небольшие кусочки, а это у меня красный лук. Я красную луковицу разрезаю на восьмушки. То есть пополам, еще пополам, еще пополам. Вот такие восьмушки. Понадобятся мне все четыре красные луковицы. Это очень вкусно. Карамелизированный лук в соединении с любым мясом, на самом деле. Мне очень нравится и с курицей, и с бараниной, и с телятиной, с чем хочешь. С индейкой просто классно работает. Вот и с кроликом, естественно, тоже. 30 грамм сливочного масла. Оливковое масло. Сливочное и оливковое масло разогреваем на сковороде. Добавляем сюда лук. И оставляем его ненадолго с маслом на сковороде в одиночестве, без нашей с тобой помощи. Пусть он начнет ощущать тепло, любви масла и сковороды. А мы с тобой тем временем займемся кроликом. Значит, для того, чтобы разделать кролика... Ну, я просто попросила на рынке, и мне его разрубили на такие вот крупные кусочки. На самом деле, мне нужны еще более мелкие кусочки. То есть я его просто вот так вот отделяю от костей. То есть делаю такое вот филе. Бульон из кролика тоже, наверное, полегче, да, чем куриный? Конечно, он полегче. Например, я вот, знаешь, когда люблю использовать бульон из кролика? Я очень люблю ризотто с кусочками кролика. И вот тогда я делаю бульон. В ризотто добавляется обычно розмарин и помидоры. Ну, можно, можно. Это когда я такое делаю розовое ризотто, да? О, смотри, лук начал. Вот он правильно себя ведет. Ему понравилась наша любовь и забота. Вернее, любовь и забота сковороды горячей и масла. Видишь, он начинает карамелизироваться. Для того, чтобы ему помочь еще немножечко это делать, добавим немного сахара. Итак, дело у нас пойдет все еще гораздо быстрее. Все. Ну вот, видишь, это разделанные уже все, что осталось, это просто косточки. А вот теперь эти кусочки я нарезаю вот на такие вот. Заодно проверяю, чтобы не было, не оставалось никаких маленьких косточек здесь. Вот такие чудесные. Вот такие кусочки. Так, все, мясо я приготовила. Как там мой лук? Так, лук. Лук прекрасно. О, ты видишь? Вот это. Это же песня. Увеличиваем огонь. И прямо к луку. Вот сюда. Отправляем кусочки кролика. И начинаем их, как ты понимаешь, обжаривать до золотистого цвета. Празднично. Вот это просто, вот посмотри, вот это просто чудо, правда? Так. Теперь, пока у меня обжаривается мясо, я беру тимьян. Ну, вот прям так хорошо тимьяна я беру, видишь? И вот таким знакомым тебе движением держу за верхний хвостик и к нижнему хвостику очищаю листочки тимьяна. Вот так. Тимьян имеет такой, вот это у меня такой лимонный тимьян, так называемый. У него очень нежный вкус. Вообще он и с рыбой хорошо работает, ну и с мясом, естественно, тоже. Ммм, этот запах просто фантастический, просто сказочный. Так. Помешали. И вот, видишь, кролик тоже начинает золотиться. Как только кролик, у тебя видно, вот они такие золотистые бачка у него появляются, да, вот видишь, да, мясо красиво. Очень красиво, очень-очень. Тут же наливаем сюда коньяк. 150 миллилитров коньяку. Может сейчас вспыхнуть. Ну, понятно, алкоголь, да? Вот так вот, может быть. Чувствую себя факиром просто. Так. И коньяк, естественно, вот понимаешь, так выгорает алкоголь, и он выпаривается, да? Как только коньяк выпарился, здесь у меня куриный бульон. Ну, так как я, понимаешь, приготовилась заранее. Доливаю сюда стакан куриного бульона. 200 миллилитров. И теперь выпариваем куриный бульон. То есть мы обжарили кролика, мы закарамелизировали лук, а теперь создаем соус. Ой, как тимьян логоухает. Теперь вот, теперь в этот момент мы можем посолить. Не слишком много, потому что бульон у меня довольно соленый. Поперчить. Естественно, не накрывая крышкой, ни в коем случае. Тушим и готовим вот так. Ну вот, теперь бульон должен выпариться в половину, для того, чтобы соус был густым. Мы еще не закончили с того приготовления кролика, но начинаем приготовление апельсинового десерта. На десерт у нас сегодня апельсины. Ну, зима, понимаешь, надо есть апельсины. Вот 4 апельсина. Сначала мы с них снимаем цедру. Натираем цедру на мелкой терке. Терки нет, берем, не срезаем тонко-тонко ножом, потом режем тоненькими полосками. Прямо цедра всех 4 апельсинов. Ты знаешь, очень интересный рецепт. Такие апельсины в карамели получаются. Это карамелизированные апельсины, но без, конечно, хрустящих всяких карамелек. Но вот они делаются, их можно делать с апельсиновым ликером, я буду делать с ореховой водкой. Тоже очень вкусно и интересно. Если у тебя есть апельсиновый ликер, то попробуй. Мне кажется, просто апельсин, апельсин, понятно. А вот апельсин с орехами, причем орех лесной у меня, знаешь, такой фундук. Сочетание бомба, просто бомба. Для взрослых, конечно же, десерт подается со взбитыми сливками, со сливочным мороженым. Или сам по себе тоже очень здорово. Или, знаешь, еще хорошо какой-нибудь кусочек бисквита, и на него положить вот это вот апельсины. Ммм, просто чудо. Есть. Так, 2 столовые ложки зернистой горчицы. Вмешиваю. Ммм, горчица сразу дает такую вот остринку, да, такой... Ммм, запах фантастический. И 150 миллилитров жирных сливок. Прогреваю. И вот теперь на маленьком-маленьком огне, на маленьком-маленьком. Оставляю все это еще томиться минут на 10, и все будет готово. Фантастический аромат, согласись? Красивый соус очень. Очень красивый. Так, теперь прямо над этой миской, которой мы с тобой вот сейчас потрудились, разделываем апельсин. Ну, сначала мы его почистим, естественно. Вот так вот. Срезаем ненужные все вот эти вот белые корки. Все четыре апельсина. Мы будем готовить с тобой из всех четырех апельсинов. На самом деле, не так много из них получается, потому что нам понадобятся только вот эти сегменты, на которые мы наш апельсин и разделяем. Вот так вот с помощью ножа. То есть в нож входит вот одна перепоночка, вот вторая. Вот таким движением, оп, есть. И вот так вот еще и отжать, для того, чтобы не потерять ни капли драгоценного вкусного сока. Разогреваю сковороду поглубже, потяжелее. И добавляю в эту сковороду сливочное масло. Столовую ложку. Даем сливочному маслу растопиться. Добавляем сюда, прямо к маслу, 3 столовые ложки сахара с горкой. Делаем такую карамель и несколько капель экстракта ванили. Можно использовать палочку, но экстракт прекрасно тут себя будет вести. Теперь прямо сюда отправляем наш апельсин вместе с цедрой и соком. А, ароматы, да? Да. Ванили, апельсин и сливочное масло. Смерть, смерть под парусом. И ты не поверишь, чего здесь не хватает. Здесь не хватает какой-нибудь такой травки, которая, казалось бы, совершенно не десертная. Вот у меня здесь есть такой высушенный розмарин. Вот две веточки сухого розмарина я растираю руками. Ты понимаешь, вот эта свежесть, которая есть в розмарине, прекрасно женится с апельсином. Просто прекрасно. На самом деле можно было бы и тимьян использовать. Но так тимьян у меня в кролике не хотелось повторяться. Теперь давай дадим немножечко на более сильном огне выкипеть нашему соку, потому что все-таки это не должен быть жидкий десерт. Десерт должен быть такой, довольно, понимаешь, насыщенный. И закончим нашего кролика. Берем тархун и присыпаем его тархуном. Все. У нас сегодня с тобой очень ароматный обед, мне кажется, получается. Это тебе. Пробуй и рассказывай. Скажи, соус это просто песня, правда? Очень. Фантастика. Очень интересный, очень. Ну вот, и наши апельсины практически готовы. Практически. Вот теперь мы берем ту водку ореховую, про которую я тебе говорила, и наливаем всего столовую ложку. Еще раз все кипятим. И раскладывать можно, ты знаешь, это можно подавать, мне кажется, очень красиво это подавать в бокалах, если это просто как бы десерт вот такой, единственный сам по себе. Если это с булочкой... О! Ты чувствуешь, да, орех с апельсином, как поженился? Ммм, чудо-чудо-чудо. Где, где, где? Вот теперь в бокал выкладываем в десерт нашу апельсинку. Естественно, он должен чуть-чуть остыть, совсем капельку. А вот присыплю я уже тимьяном, для того, чтобы свежая травка, или вот так вот даже не буду присыпать, а поставлю вот такую. Красивую штучку. Как раз ты закончишь кролика, а десерт немножко остынет. У нас с тобой сегодня все прекрасно получилось. А я уезжаю в кулинарную студию, буду проводить мастер-класс, и мы будем делать вместе имбирные печенья. Я для себя какое-то время назад отшула такую интересную, мне кажется, мысль. Я ее с тех пор повторяю абсолютно бесстыдно, часто когда вижу людей, которые нас делят в страсть готовки. Я считаю, что правда, приготовление еды – это одно из самых больших, одно из самых больших удовольствий, которые мы получаем от детки. Вот сейчас мы их вместе придаемся здесь, приготовлением к тому, что потом будем готовить. Ну ж, мужчины, где ваша сила? Смотрите, раз, раз, раз. Плохо растерли, вообще халтурщики. У нас уже целый противень готов. Давай, все. Мы это и берем в руки, ставим. Спасибо. 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 Спасибо.